что я знаю о бриллиантах еще вчера я устраивал бугурты и был счастлив а теперь что я знаю о бриллиантах кажется их из антверпина привозят это костя тайский ему нравится думать что его назвали в честь майка тайсона но это не так просто он родился пока самолет пролетал над Таиландом поэтому его назвали тайский но какой-то самолет в самом деле мог пролетать над Таиландом когда ты родился кстати а что насчет сосисек пять минут тайский хорошо в самом деле а что я знаю о бриллиантах потому что мы сегодня поговорим об одном очень знаковом бриллианте его называют сан си бриллиант сан си я сейчас вам объясню сегодня воскресенье да и я хотел отдохнуть нет но клим мне еще вчера я нашел очень много интересного про бриллиант я спать не могу пожалуйста сегодня утром клим прочитал 200 страниц про про гранаты я сегодня читал про гранаты красную ямаль и великое переследие народов я не сегодня утром а вчера ночью и сегодня утром да 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 к драгоценным, полудрагоценным и прочим красивым камням, то было бы глупо останавливаться, тем более интересно очень. И уж мы поговорили про янтарь, поговорили про гранаты, а про самый главный в мире драгоценный камень, самый дорогой, и который вообще невозможно уничтожить. Самый прочный материал во Вселенной, кстати. Да, конечно. Про бриллиант мы вот про него до сих пор не поговорили. Кстати, я тут это, прочитал фантастическую одну книжку, называется «Экспансия». Там, как обычно, древняя цивилизация вымершая, она хранила всю информацию о себе на планете, целиком сделанной из алмаза, потому что такое невозможно вообще ничем победить. Какие-то они, по-моему, глуповатенькие. Я расскажу про народный миф о бриллиантах в конце. Да, хорошо, хорошо. Собственно, про Санси-то я почему решил? Потому что это очень интересный объект, который очень сильно связан со Средневековьем, нашим любимым. Санси – это название бриллианта? Да. Какой он? А, вот он. А, хорошо, я вижу. Вот он, собственно, вот он. А, ну нормально, да, приличного размера. Хорошо, продолжаем. Он 55 с чем-то карат, там 11 с чем-то грамм. 55,23 карат, если быть точным. Когда-то давно, в момент своего рождения, он был 101 карат, но его сильно огранили. 111, наверное. А, 101. Нет, не 111, категорически. Вот, и его сильно огранили. А при огранке всегда теряется до, бывает даже до 70%. Потому что, смотри, например, находят вот такой осколочек, который длинный, но он сужается вот так вот. И что с ним сделать? Вот только вот серединку вырезать, а это все на мелкие порезать полностью. Обидно. Обидно, да. Но все равно 55 это много. Ну, очень много. Очень много. Цвет он неинтересного, как ты мне говорил. Он бледно-желтый. То есть, если посмотреть на его... А фотографии, как вы понимаете, 3 миллиона в интернете ходит. На некоторых фотографиях вообще не видно, что он желтый. На других фотографиях на него, видимо, то ли свет так ловко направлен, то ли его подфотошопили. Он прям, ну, прям желтый-желтый. Давайте я немножко про цвета расскажу. Дело в том, что если мы говорим про драгоценные камни, это всегда, в первую очередь, обязательно про цвет. Цвет это главное. Камень весь может быть в трещинах, в пузырях. Там непонятно, какой вот такой кривой огранки. Но если он яркого, редкого цвета, он будет стоить очень дорого. Очень дорого. Сейчас можно купить рубин, реально кривой, несимметричной огранки. То есть, просто кривой. За, там, 10-15 миллионов долларов. Если он ярко-ярко-красный. Потому что это большая редкость. Почему игра нет криво? Потому что, чтобы придать идеальную симметрию, тебе нужно будет срезать полкарата. А посчитай, если карат стоит миллион долларов, например. Невозможно такое срезать. У тебя руки не поднимутся. Кровь потечет. Да, про бриллианты. Очень долго, сотни лет, считалось, что единственный, вообще, применимый в ювелирном деле бриллиант, это белый. Чистый белый. Даже такая есть терминология, я слышал. Чистой воды бриллиант. Да. Совсем чистый. Значит, прям чистых белых находят процентов, может быть, 5-6 вообще. Все остальное, это жертоватые, буроватые и коричневатые. Их очень долго вообще дробили на инструменты. На всякие там, на абразив, на стеклорезы, на всякую хрень. Вот, очень долго. То есть, считалось, это не кондиция. Серые. Серые их и сейчас до сих пор куда-то стараются променить в промышленность, да. Несколько десятков лет назад ввели такой термин и ввели довольно успешно, как коньячный биллиант стали продавать. Раньше это было не кондиция. А, то есть, он сначала был коричневый, а теперь он коньячный. Да, да. Появился бриллиант цвета виски. Оу. Вот. Появился лимонный бриллиант. Но они всегда все равно стоят в разы дешевле. И люди все еще пока по моде вот этой, да, ну, они смотрят все Голливуд, кино, телевизор. Они покупают все еще белые в большинстве своем. Хотя, на самом деле, белых бриллиантов уже добывается. И еще разведана добыч настолько много по всему миру, что, говорят, сейчас уже вот на каждого из живущих людей, на планете Земля есть граненый стакан белых бриллиантов. То есть, это прям очень много. И, по сути, они действительно перестали быть инвестициями, расти в цене, перестали быть, стать, возможно, там, заработать что-то, да, лет 30-40 назад. То есть, сейчас, если ты покупаешь небольшой белый бриллиант, желтоватый бриллиант, то ты на 100% точно потерял деньги. Потому что дороже ты его не продашь никогда. Это не инвестиции ни в коем случае. Обратная ситуация вот с твоим бриллиантом, про который ты будешь рассказывать, я объясню, почему. Какого бы он цвета ни был, во-первых, он очень большой. Да. Он чистый. 11 грамм. И это история. То есть, его всегда будут продавать, он будет всегда востребован, он будет всегда расти в цене. Потому что эта штука уже у нас оценивается как произведение искусства. Оно из моды выйти не может и подешеветь не может никак, ни при каких обстоятельствах вообще. Ты сам знаешь, что с начала истории появления этого бриллианта прошло очень много войн, и что-то он как-то не обесценился. Нет, конечно. Обычно все пишут там в комментариях, что да вот, начнется война, будете эти бриллианты менять там на тарелку супа. Это очень временное, короткое такое промежуточное явление, да, там так раз, а потом еще выше. Как картины Ван Гога. Была Вторая мировая картина, произведение искусства, римские статуи, греческие статуи, антикварные. Они стали никому не нужны, но какой-то, с точки зрения истории, очень короткий промежуток. Они стали никому не нужны, а большинству не нужны, но кое-кому при этом, они все равно были очень сильно нужны. Кое-кто их много насобирал, да. И, я сейчас уже заканчиваю, потерпи, я знаю, что ты уже... Вот, и последние, опять же, несколько десятков тех же лет, что белые бриллианты, они как-то уже стали не очень, да. То есть, они есть у всех, посмотрите, продавщица на рынке в поселке, у нее есть колечко с белым бриллиантом, да. Крупные компании, такие как Дебирс, они искусственно сдерживают падение цены. То есть, допустим, сегодня добыли 100 килограмм, они все купили, а на рынок выложили 500 грамм. Потому что, если они выложат все 100 килограмм... Ну, понятно, все упадется на икраул. Вот. Так вот, последние несколько десятков лет очень выгодно инвестировать и очень быстро растут цене. И уже выросли до безумных цен, до цен паровозов, самолетов, пароходов и многоэтажных домов цветные бриллианты. Это зеленые, ярко-желтые, розовые, красноватые, оранжевые, голубые. Кстати, картиночек, вот, пожалуйста, я наприкрепляю. Вот, в основном... В Австралии их роют? В основном их рыли в Австралии, рыли. Лет пять назад австралийцы сказали, ребята, мы официально предупреждаем, что у нас запасы подходят к концу. Мы там прозвонили этими лазерами, прозвонили землю, а там уже их мало. Вот. Ну, естественно, кто-то посчитал, что да, действительно, это правда, и купил их. А кто-то сказал, да, это они хотят цену нагнать, все понятно. Я бы сразу об этом подумал, в первую очередь. Но вот, тем не менее, они кончились. Вот. И то, что стоило, например... Я прямо вот сейчас, до разговора с тобой, ввел переговоры с покупателем про зеленый бриллиант. Зеленый бриллиант, два карата, который стоил буквально 3-4 года назад 60 тысяч долларов, сейчас стоит 170. Неплохо. Вот, да, то есть это уже цены такие... Хорошая цена. Но, опять же, ребята, самый дорогой камень в мире сейчас, это у нас красный рубин, потому что их, эти, истощились, но они еще как-то там где-то потихонечку чуть-чуть находят, а рубины уже все. Берманские. Берманские рубины дороже, чем даже вот эти бриллианты. Вот, они тоже, как и зеленый бриллиант, оцениваются уже как позднее искусство, это уже не камень. Это уже ценная бумага. Вот. Про мифы, про то, что самое прочное, давай в конце, да, расскажешь? Ну, да, это отдельная история. Мне, с детства, потому что было очень непонятно, почему, если это самое прочное, как его умудряются резать, гранить. Ну, поговорим об этом. Да-да-да-да. Печай. Да. Я, собственно, почему про этот камень хотел поговорить применительно к материальной культуре, да просто почему. Потому что он принадлежал одному из величайших рыцарей средних веков, Карлу Смелому, герцогу Бургундскому. Я слышал такого, да. И я об этом слышал еще в детстве, когда про него читал вообще. А кроме того, про Алмаз Санси было в повести Анатолия Рыбакова «Бронзовая птица» рассказано довольно подробно. Я вот такой, а, так я же знаю про такой бриллиант, конечно. И вот мне на самом деле страшно обидно, что я такое количество лет занимаюсь военной историей. Ну, я этот бриллиант просто через запятую прочитывал всегда. Ну, бриллиант, ну, Карл Смелый, ну, все понятно. Про Карла Смелого всегда гораздо было лично мне интереснее, чем про сам бриллиант. Ну, мало ли у него было бриллиантов. Господи, я что знаю. Может, у них было там 80. И что? Ну, если вдуматься про контекст, так сказать, его нахождения, это будет совсем-совсем другая история, которую я и хочу вам рассказать. Тем более, что туда вовлечено невероятное количество самых интересных людей, самых интересных событий. Считается, вот у нас есть две части истории этого бриллианта. Первая легендарная, вообще очень слабо проверяемая. Я даже не знаю, можно ли вообще ее проверить, скорее всего, нельзя. Но вот легенда такая и есть. Происходит он из Восточной Индии. Там роют какие-нибудь драгоценные камни в Восточной Индии. Смотрите, скажу, что толком никто не знает. Дело в том, что индусы, они же вообще такой народ ловкий. И они настолько сильно рынок завалили подделками, камнями, которые залиты чем-то стеклом, краской, диффузией. Как-то непонятно вообще. То есть, они столько всякого делают с камнями, что уже никто не понимает, они вообще настоящие-то добывают или нет. В данный момент добычи бриллиантов там нет. Но вообще бриллиант это камень, который, если хорошо поискать, то есть практически во всех странах мира. Потому что везде, где есть вулканы, везде очень высокий шанс появления бриллианта. То есть, бриллианты, смотри, есть в Таиланде, в Бирме, в Индонезии. В Австралии. В Австралии. То есть, они есть практически везде. Потому что вулканы везде были. Просто где-то их нашли, где-то не нашли. Где-то они вот такенные, а где-то они как песчинки. Например, в Таиланде бриллианты серые и как песчинки. Но они тут тоже есть. Поэтому мы не исключаем возможность, что раньше в Индии добывали. Я специально тему не изучал. Ты знаешь, что я знаю, где сейчас что-то добывают. Ну, просто мало ли там прямо сейчас до сих пор кинзаменитые копии есть. Сейчас точно нет. Он считается, что он появляется в 1064 году. То есть, во второй половине 11 века. За два года до завоевания Англии Вильгельмом Завоевателем. Что якобы некий купец Джагатунга, такое у него было имя, выменил его у индийского раджи, вирораджендры. Выменил за два слона и 20 верблюдов. Ну, это дорого. Два слона, это, конечно, дорого. А учитывая, что верблюд в Индии сам по себе не водится, его нужно откуда-то привезти. Ну, вот он его и привез, собственно говоря. И он его купил. А потом этот алмаз начал путешествовать по, собственно, самой Индии. Алмаз это еще не граненый мят, это такой акатыш. Возможно, он был зашлифован. Индийцы уже тогда умели полировать драгоценные камни нормально. То есть, то, что кабошон называется, да? Да, я скажу, это совершенно несложно. То есть, можно взять любой кварцевый песочек и много-много, очень много времени тереть, 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 тереть. Или можно взять мелкую алмазную крошку, вот те же самые мелкие алмазики, которые в Таиланде добывают, их везде много. И опять же, и тереть. Да, но у них твердость одинаковая, они невероятно разные цветы. И поэтому он его, конечно, шлифует. Да. Ну, и до первой четверти 14 века алмаз якобы гулял по Индии. В конце концов, оказался он у такого знаменитого Кута-Баддина, который построил самую высокую в Дели мечеть, с самым высоким минаретом, в 1325 году. Как раз вот конец первой четверти 14 века. И там он находился долгое время, вот в этой самой династии. До тех пор, пока его не украли. Такое случается. Естественно. Камушек маленький, его очень легко это... Можно проглотить. Кстати, санси глотали, как выяснилось. А, да? Да. Ты думаешь, как я все это перевожу через границы? Ну, понятно. Словом, бриллиант из Индии куда-то ушел. Куда он ушел, вот тут конкретная легенда, даже легенда уже ничего не говорит. Все, что предыдущие мы говорили, это легенда. Оно из уст в уста передавалось. Это то, что мы о нем знаем, это некая сопроводительная история, которая имела место при дворе как раз Карла Смелого. То есть, откуда это все взялось. То есть, мы не можем сказать, что его нашли в 1064 году по-настоящему. Мы можем сказать, что его нашли в Индии в средние века. Это факт. Да. Ну, опять же, ты мне говорил, что в Индии в то время записывали вообще все. Ну, они старались-то записывать, конечно. Но, однако, с тех пор источниковая база пропала почти вся. Потому, что на чем они записывали? На пальмовом листе. Они что-то как-то не догадались про этот бриллиант, ничего высечь в камне. А зачем его высекать в камне? Это такой султан такой, раджа такой. У меня есть офигенный бриллиант. Такие все. О-о-о, у него есть офигенный бриллиант. Нужно зайти в гости. Мало ли он там как-нибудь лежит неаккуратный вообще. Нет, эти штуки индийские раджи. Это там англичане донесли еще в 19 веке и в 18 веке. Индийские раджи драгоценности хранили в тишине. Потому, что драгоценные камни, как и деньги, очень любят, когда вокруг тихо. Когда не происходит вокруг ничего такого, что могло бы потревожить его покой. Ну, и покой владельца, естественно. Мало, извиняюсь, я про кварц приношу извинения. Я спутал, мы с тобой про гранаты недавно говорили. Я так про гранаты сижу и думаю, биллиант кварцем отполировать невозможно. Но биллиантовым песком без проблем. Да, ну просто лучше, чтобы он был равный твердости. Да. А вот дальше начинается история более-менее документированная. Потому, что в 1473 году камень оказывается в Бургундии. Как раз при дворе Карла Смелого. Но вместе с шелковым путем. А это очень сложно сказать как. Почему? Потому, что он мог попасть туда через Персию. То есть, в Персии еще вот Амиан Марцелин. Мы об этом как-нибудь будем говорить. В 4 веке римский офицер описывал. Как его звали? Амиан Марцелин. Ага. Вот. В 4 веке описывал продажу драгоценных камней на Ефрате. Ну, то есть, понятно. На территории Персии. Рынок? Да. Мне очень интересно было бы попасть. Как там? Взруга. И узнать современные вот эти фокусы. Тогда уже использовали. Я думаю, что глотать точно глотали их. А что использовали в качестве подделки? Стекло. Ну, да. Стекло-то умели прекрасненько делать уже. Вот это вот было не стекло. Попасть он мог туда вот через Персию. Через Персию он мог попасть в Турцию. А у турков его или отняли. Почему? Потому что в 15 век это постоянные войны. Трофей. Трофей, да. Это во-первых. Во-вторых, он мог попасть через Турцию в Византию. И вот когда в Византию в 1453 году турки громили, все, кто мог разбежаться, разбежались. И все, кто мог разбежаться не с пустыми руками, разбежались не с пустыми руками. Это нам знакомо. Да. Мне, честно говоря, вот такая версия кажется наиболее предпочтительной. Почему? Потому что, казалось бы, где Бургундия находится, а где находится Византия. То есть, современная Греция. Как бы довольно далековатенько. Тем более, что там ни самолетов не летало, ничего. Ни пароходов, ничего не плавало. Короче говоря, при этом французы отлично знали и Турцию, и Грецию. Потому что, например, только что там в конце 14 века была битва при Никополе, где была масса французского рыцарства. Французского и венгерского. Венгрия поближе, конечно. Вот французы туда приехали в крестовый поход. Им там турки наклали. Ужасно совершенно. То есть, французы бывали замечательно совершенно в Константинополе. Они его знали. Да это не так далеко. Самое главное, что там бывали не французы. Самое главное, что там бывали венецианцы. Вот они бывали там вообще в промышленных масштабах, начиная с 10 века. Па-ста-ян-мо. Они туда просто туда-обратно вот так вот ездили. И на их кораблях могли вывезти этот бриллиант. И они сами могли этот бриллиант вывезти. А потом, ну понятно, что венецианцы торговали просто со всеми, на кого дать и одевались. Они могли продать его в Бургундию. Почему в Бургундию? А, например, там не императору Священной Римской Империи. Возможно, они и хотели бы продать его императору Священной Римской Империи. Но тут есть моментик. В Бургундии, а конкретно в городе Брюгге, где принято залегать на дно, самая древняя в мире биржа, которая работала уже во времена Карла Смелого. И там обменивали деньги, обменивали товары, обменивали, что интересно, уже фьючерсы, в полном смысле слова. И там просто крутилось очень много денег. Это было максимальное количество бабла, которое крутилось в Европе вне Венеции. Венецианцы, понятно, были самые богатые в то время ещё. Но вот прямо вслед за ними шли эти самые голландцы. И у них была самая главная биржа. Там просто можно было быстро что угодно на что угодно обменять. Ну и биллианты туда, как и золото, и всё остальное текли рекой. Возили, конечно. Тем более Брюгге. Туда легко попасть по поморю. Самое безопасное, самое быстрое, что вообще может быть. Тем более это важно. Сейчас мы об этом человеке чуть-чуть позже поговорим. Афонсу V, король Португалии, по кличке Африканец, в 1471 году захватывает Танжер. Это город в Марокко, на ту сторону Гибралтарского пролива, напротив города Гибралтар. То есть, через Гибралтарский пролив стало можно спокойно плавать. Совершенно спокойно, никого не опасаясь, потому что на той стороне сидел христианский государь. Соответственно, было удобно. Если что, можно было спрятаться в этом самом Танжере. Потому что, да, с другой стороны, всё ещё был Гранатанский халифат. Однако, Гранатский халифат, это люди были приличные, во-первых. А во-вторых, повторяюсь, можно было спрятаться в Танжере у португальцев. То есть, вот оно попало в Брюгге. Из Брюггев это вотчина Карла Смелого, Карла Валуа, который не мог не узнать о появлении такого замечательного бриллианта. Это, во-первых. Во-вторых, купить такой замечательный бриллиант мог в первую очередь он. Потому что, естественно, у него было больше всех денег. Поэтому вот тут как раз я считаю, что уже более-менее документированная история и начинается. Потому что тут никаких невозможностей нету вообще. Кроме того, вот почему мы довольно уверенно говорим об этом бриллианте. Довольно уверенно. То есть, мы не можем сказать на 101%, что это именно тот бриллиант. Но по всем описаниям, а этим бриллиантом были восхищены все придворные, а его довольно много описывали. И он очень похож на то, о чем мы говорим. А такие бриллианты вот такого размера, чистоты, цвета, они довольно, прямо скажем, нечасто встречаются. А тогда они встречались еще более нечасто. В силу того, что тогда только начинались великие географические открытия, и начиналась очередная глобализация. А на территории Европы их не добывали никогда. Никогда, да. Там их нема. Ну, или, по крайней мере, пока не нашли еще. Словом, очень огромная вероятность, просто гигантская вероятность, что это именно он и есть. А самое главное-то по этому поводу сведения поступают из чего, потому что Карл Смелый очень обрадовался такому замечательному инвестиционному подарку. И он его велел огранить. Не отшлифовать, а огранить. И его взялся обработать такой былинный практически персонаж эпической мощности для всех людей, которые ювелирным искусством занимаются, Людвиг Ван Беркин. Который считается вообще изобрел огранку бриллиантов. И вот он-то, собственно говоря, и придал ему современный вид в виде сердечка или капли ограненного на 32 грани. Ну, такая пухлая капля. Да. Пухлая односторонняя капля. И, кстати, по поводу того, что Биллиант описывали, и, скорее всего, это тот, я тебе скажу, что смотри, если хоть где-то упоминался его вес, а он упоминался, то это именно тот, потому что такого же веса в мире не существует, нету. Ты говоришь, сколько он карат? 50? 55 и 23. 55. Ну, вот может быть 47 карат, 62 карата, 72. 55 и 24? Да. Нет. Исключено. 55 и 23, 55 и 24 не может быть? Нет. Даже 55 такого не будет другого. То есть, вот такая же форма, такого же цвета, но вот чуть-чуть больше весит там, да, на пол карата. Нет, это исключено. То есть, это слишком штучный товар. Поэтому это точно он. Да. Ну, опять же, шквала-то Биллиантов не было. Выбирать-то просто, прямо скажем, но не особо есть из чего. Прямо скажем. О, как у нас курицы раскричались местные. Спарцы радуются. Чему? Бриллианту? Да. Так вот, в 1475 году работа была окончена, и Карл Смелый как раз тогда заказывал доспехи в Аугсбурге себе, очередной комплект. Это было страшно. А фоточка будет? Их не сохранилось. Поэтому фоточки не будет. Их не сохранилось по понятным причинам, эти причины наступят ровно через два года. Он приказал монтировать этот бриллиант в шлем налобника как кардо. Шлем салады, естественно, у него был такой, скорее всего. Но эта картинка-то будет. Ну, что салад... Ну, просто салад. Да, да, да. Его-то салада, опять же говорю, не сохранилось. Ему туда считается, что был вмонтирован этот самый бриллиант. Потому что, ну, тогда уже в 15 веке начали украшать доспехи всем, чем только можно. Настоящее, именно подлинное, настоящее хорошее украшение доспехов появляется в Европе заново только в 16 столетии. Но пытались уже и в 14, и в 15 выглядеть шикарно. А тут, смотри-ка ты, как здорово вделать бриллиант в железную каску, небольшая проблема. Вообще не проблема. Да. Вот. Ну, тем более, опять же, это ауксбургские мастера, они там были не совсем криворукие, как считается. А ещё очень важно, что если тебя ударят мечом в лоб, то ничего не произойдёт. Потому что бриллиант неуничтожимый. Да, меч сломается. Про бриллиант, конечно, в это время ходили колоссальные легенды в Европе, но они ещё там с римского времени ходили, с древней Греции ходили, что чистый бриллиант, а он, в самом деле, очень чистый, приносит удачу, богатство, силу, неуязвимость. Короче, всё, это такой мега амулет вообще. Да. И у кого больше бриллиантов, того больше вот этих всех качеств. А этот в тот момент был самый большой из тех, которые знали. Поэтому у Карла Смелова была самая большая удача. Но что тут? Наступает, естественно, очередная война с Францией. Точнее, даже не с Францией, а инициированная французами, а конкретно кузеном Карла Смелова Рюдовиком XI в Луа. Немного старшим родственником. Понятно, что Бургундия стремилась стать из герцогства королевством. Что страшно не нравилось французам, потому что французы по привычке считали Бургундию своим вассалом. И бургундские герцоги вынуждены были приносить вассальную присягу за владение герцогством бургундским. Им это не нравилось. И вот если папа Карла Смелова Филипп Добрый, он совился с Волуа, но допрямую лоб в лоб войны он редко доводил. А вот Карл Смелый был лютый совершенно. Говорят, это потому, что у него мама была из Португалии. Как раз девушка из авистской династии. Он получился такой немного спортугалинкой. Страшно горячий. И поэтому он с Ледовиком XI разбил все горшки. И Людовик XI был как раз без португалинки. Очень спокойный. И поэтому вместо того, чтобы воевать самостоятельно, он стравил Карла Смелова со Швейцарией. А в Швейцарии тогда, если не ошибаюсь, была очень хорошая пехота. Лучшая в мире пехота была в Швейцарии в это время. А Людовик XI знал это лучше всех. Потому, что он участвовал, будучи еще дофином, то есть, молодым человеком, наследником престола, он участвовал в сражении против швейцарцев при монастыре Сен-Жан-де-Бирс. И швейцарцев там расколотили. Но швейцарцев было примерно в 10 раз меньше, чем французов. Поэтому их, естественно, расколотили. Но при этом потери швейцарской стороны были огромные. Почти полностью их вырезали. Но почему-то французов погибло больше, чем погибло швейцарцев. Хотя их было очень сильно больше. И что-то Людовик так задумался, что со швейцарцами воевать что-то неинтересно вообще. А они изобили новую тактику, да? Ну, они не то, чтобы они ее изобрели. Они, скажем, довели до ума. Просто это обычная тактика пехотных больших фаланг. Они ее просто как бы поженили все современные новшества, которые имели место. С длинные пики, алебарды и прочее. Они это все вместе собрали. И начали использовать на новый лад. А в то время самая главная ударная сила на поле боя была конница, естественно. То есть, без конницы вообще было невозможно ничего. А они как раз придумали категорическое противоядие против конницы. Что было возможно из-за очень специфического человеческого материала, который комплектовал эти самые швейцарские батальоны. Людовик XI с ними не воевал, в первую очередь. Потому, что у них ничего взять. Швейцария была не нищая, конечно, но бедная. Горные пастухи. Нет, не только, конечно. Горные пастухи. Там были вполне себе и равнинные кантоны. Были, конечно, и горные кантоны, которые и формировали ядро гильвецкой федерации. У них были овцы. Шерсть. Корова. Масло. Молоко. Сыр. Трава. Много. Много травы. Нет, у них самое главное были перевалы в Италию. Которые они держали и жили на транзитной торговле. Они не были нищие, это самое главное. У них было на что покупать и делать снаряжение военное. Если бы они были нищие, они не смогли бы делать того, что они сделали. Они были просто небогатые. Очень сильно небогатые. Ну, а Франция была богатая. Поэтому зачем воевать с швейцарцами, у которых просто ничего нет из того, что нужно французам. Ну, да. А Карл Смелый рассорился с герцогом Рюнелло Таринским. Как раз, опять же, при помощи Людовика XI. И началась война. Вот та самая, где произошли три знаменитые битвы. Где швейцарцы просто в одну калитку разбили лучшую в то время бургундскую армию. Закончилось всё плохо. Но об этом я как-нибудь отдельно поговорю. В битве при Нанси. В 1477 году. Где всё было очень хорошо со стороны бургундцев. Они всё сделали очень грамотно тактически. Исключительно грамотно. Они так заняли сильную оборонительную позицию. Чтобы первым на швейцарцев не нападать. Они уже два раза были биты. Они понимали, что в лоб со швейцарцами нападаться нельзя. Они заняли сильную оборонительную позицию. Там наняли изрядное количество английских лучников. Замечательных совершенно. Которые как раз по пехоте. Плотно построенные. Работали прекрасно. Как надо. Плюс у бургундцев была лучшая в мире артиллерия. Самая большая, самая лучшая. То есть, это всё выстроилось. И приготовилось, когда швейцарцы к ним полезут. Плюс перед всем этим тёк ручеёк. То есть, так просто было не добраться. Но тут изменчивая военная судьба вызвала метель. То есть, видимость очень сильно просела. И швейцарцы обошли всю эту замечательную кардебаталию с фланга. А во фронт ударили алталинские рыцари. И вот они их там всех расколошматили. И Карл Смелый, верный рыцарскому долгу, сражался естественно во главе своей конницы. И он врубился в строй швейцарской баталии, где и погиб. Там, конечно, рассказывают вот как раз это-то. Даже не легенда. А давайте так скажем грубым русским словом. Пи... Враньё. Что Карл Смелый перед боем выехал сначала. Вызвал на бой самого главного швейцарца. И чтобы не думали, что он там какой-то там бонусов ищет. Он встал лицом к солнцу. Это при внезапном нападении в аре метели. Ну, судя по всему, да. Встал лицом к солнцу. И такие все войски. Ух ты ж за что-то наш герцог-то дребил. Сейчас же ему солнце-то глаза-то заслепит. Ну, да. А он поймал бриллиантом солнца. Ослепил швейцарца лучом лазера. И его там вот... Капельем убил. Вот. Мне правда очень интересно, как он наконец сражался с пешим швейцарцем. И как это вообще они себе представляют. Ну, это, конечно, вот оно то, что я сказал. Хрень. Легенда красивая за что. Смотри. Да, да. На самом деле с Карлом Смелым получилось очень плохо. Потому, что швейцарцы ничего не понимали вот в этих поединках всех. Они не умели просто совсем этого делать. То есть, Карл Смелым отлично умел. А они нет. Поэтому его там в десятером просто алибардами зашинковали так. Что... И потом втоптали в эту замерзшую грязь. Так, что его невозможно было опознать. То есть, его изуродовали вообще настолько, что даже собственные придворные не могли его найти. Там где-то сутки его искали. Вот. Но в конце концов его нашли и опознали как раз по бриллианту, который был сделан в шлем. Швейцарцы были настолько прошарены. Это как раз говорит о том, что у них было много денег. Да? В кавычках. Что они не поняли, что такое 55-каратный бриллиант. Какая-то стекляшка. Ну, то есть, совсем не поняли ничего. Ну, если учесть, что в битве при Грансоне за некоторое время до этого они тоже победили Карла Смелого. Они великолепный павильон парчёвый Карла Смелого просто распустили на портянке. Ну, там павильон, я не знаю, размером с современный фанатский футбольный шатёр. Там могло вместиться человек 700, наверное. Которое целиком было с двухслойной парчи. То есть, он стал как Швейцария. Да. Я хотел тебя уточнить, но ты уже сказал. Не, ну а что, нормально. Красивая тряпка, давай режем. Тебе сколько? Мне дня на три давай. Вот они это всё дело распустили. Точно так же они не поняли ничего и про бриллиант. А вот дальше опять начинаются непонятности. Потому что кто-то, я так подозреваю, какой-нибудь Гиом де ля Марш, например. Человек, который, как считается, нашёл Карла Смелого. Трупа покойного, да. Камень продали в Португалию. Конкретно тому самому Афонсо Пятому. Африканцу из авийской династии. Как я считаю, благодаря свершениям которого бриллианты мог попасть в брюгги. Почему продали именно ему? И почему я думал, что это кто-то из очень близких придворных Карла Смеловой сделал? Да просто потому, что у него мама португалька. А кому ещё? Ага. Так как Бургундия в момент этого страшного поражения при Рансе, она просто висела вот так вот на волоске. Всем было решительно понятно, что прямо сейчас их француз захватят. То есть, может быть не сегодня, но вот через месяц. И все, кто был очень сильно предан Карлу Смелому, они, в общем, попытались что-нибудь эдакое сделать. Но вот кто-то, возможно, сделал себе какое-то задел на будущее. Потому что, конечно, если продали, то продали за какие-то дикие деньги совершенно. И, кстати, вот с Афонсо Африканцем как раз и связано, как я считаю, дальнейшее нахождение бриллианта. Потому что потом камень пропадает. Пропадает на почти сто лет. То есть, про него ничего не известно. Совсем ничего. И он всплывает в 1570 году. То есть, это получается 1577-1570. Ну, без там чуть-чуть сто лет. Он всплывает во владении такого великого, я бы сказал даже прославленного, французского царедворца. Генерал-полковника в будущем. Он дипломата при дворе последнего валуа Генриха Третьего и первого бурбона Генриха Четвертого. Николя де Орле де Санси. Собственно, почему он и называется Санси. Он был поверенным некоторое время по дипломатической линии. В Константинополе. То есть, у турок. И, опять же, считается, что он из Константинополя этот бриллиант привез. Вот попадание бриллианта через Византию в Брюге в 15 веке мне совершенно понятно. А вот попадание бриллианта из Брюге обратно в Константинополь для меня как-то покрыто логическим мраком. Как это могло случиться? Я могу объяснить. Смотри, вещи такого уровня могли продать только дворяне дворянам, короли королям. То есть, список покупателей у тебя по всему миру на тот момент, он был не больше 30 человек или 50 вообще. То есть, он просто больше никуда не мог уйти. Он мог уйти только к правителям. Допустим, могли ли себе его позволить правители каких-нибудь северных европейских стран? В то время. Вряд ли. Но там не торговля. Восток, богатство, рынки, шелковые пути и все такое. Пробежи, война. Туда и ушел. Просто зачем португальцы продали его туркам? А какая разница? Они же воевали постоянно. Зачем это надо? Подожди, одно другому не мешает. Ну вот, воюем, а вот смотрите. Хотите такую штуку, а нам деньги нужны. А дело в том, что тут есть вторая версия, которая мне лично представляется как раз логически выверенной. Потому, что Николядо Санси мог его привезти и, опять же, по второй версии считается, что он его реально привез. Купив у Антонио Первого. Это как раз претендент на португальский престол после угасания той самой знаменитой авийской династии. Это был приор мальтийских рыцарей и претендент на престол. Ему, возможно, нужны были деньги. Просто очень сильно. Ну естественно. Для того, чтобы как раз вступить на этот самый престол. И он как раз мог вполне продать его очень богатому. Он был, в самом деле, очень богатый Николядо Орле де Санси. Который и с португальцами тоже по дипломатической линии общался. Вот если он оказался у португальцев. И у португальцев же он его потом купил. Вот это я вообще охотно во всё это верю. Ну это тебе лучше знать. Если есть вариант, что он купил его у португальцев. Которым они были проданы португальцам же. Наверное, это логичнее, чем придумывать, как он оказался в Константинополе. Но, тем не менее. Вот 1570 год. Санси получает этот бриллиант. И вот, конечно, тут у него попёрло. Потому, что бриллиант оказался... Его продавали примерно за 60 тысяч IQ. Это деньги по тем временам совершенно безумные. То есть, на 60 тысяч IQ можно было полк солдат нанять спокойно. И такой там полк. Небольшую армию можно было нанять. То есть, это расходы масштаба государства небольшого. Да. И он принялся его одалживать кому? Королю. В смысле одалживать? Чтоб король просто с ним погулял. Во-первых, Генрих Третий с ним в самом деле гулял. То есть, он его, как говорят, вделывал в шляпу. И производил некие понты вокруг. Даже есть портрет Генриха Третьего. Он, правда, такой без акцента на том, что у него в шляпу в неё. Но там какой-то очень большой камень в шляпе. Возможно, это он. Слушай, я даже не мог подумать, что короли могли что-то брать напрокат. Погонять. Да. У своих каких-то... Ну, это же феодализм. Вау. Это начало европейских свобод. Нельзя же взять так просто и у своего вассала что-то отнять. Так он же от тебя сбежит после этого и будет прав. А куда он сбежит? В это время у нас прямо сейчас. В контекст во Франции идут религиозные войны. Католики режут гугенотов так, что аж свист стоит. Поэтому разбрасывать с толковыми людьми было нельзя. Тем более, что в основном-то Генрих Третий не просто таскал этот самый бриллиант и понтовался. Он под его залог получал кредиты на финансирование армии. Потом расплачивался, возвращал камень своему сотруднику. Ценному. И у сотрудника, естественно, карьера так попёрла в гору. Сначала он стал инспектором финансов Франции. Т.е. уже, можно сказать, бриллиант уже не сильно нужен. Ну да. Он сам уже как бриллиант. Ну да. А при Генрихе Четвёртом, мы помним, что Генрих Третий, может кто-то не помнит, напомню. Генрих Третий умирает в 1589 году и на трон входит король гугенот Генрих Четвёртый Бурбон. Да, кстати, Генрих Третий, ты же помнишь, чем Славин вообще в юности был? Нет. Генрих Третий успел побывать королём Польши и великим Генрих Третий. А, да-да-да. Он там проправил меньше года и в панике оттуда сбежал. Потому, что основное время его правления его выбирали. Он такой, что происходит? Я уже могу покоролевствовать? Нет? Можно я уеду? Ну и в конце концов он просто собрал монарки какие были и сбежал оттуда. Формально он в 1574 сбежал, а в 1575 его только поляки смогли переизбрать. Ужас. Что такое? Как раз на Стефана Батория его поменяли. На небезызвестного. Который потом пошёл срочно воевать и пытаться захватить у нас Псков у Ивана Грозного. Послушайте, как вот это всё взаимосвязано. Да. Так вот. В 1989 году Генрих Третий, последний в Луа на троне, умирает. И Генрих Четвёртый Бурбон встаёт на трон. Король Гугенот, тот самый, которого потом зарежет совершенно католический религиозный фанатик в Париже. Ну, словом, ему тоже понравился очень бриллиант. И точно так же Николя де Орле де Санси выдавал ему этот бриллиант, чтобы он под залог что-нибудь сделал. И таким образом он уже из инспектора финансов Франции стал первым министром Франции, второй человек в Ковалевстве. Вот благодаря такому бриллианту. То есть, бриллиант в самом деле ему, как амулетик, немножко помог. Пригодился, да. Действительно даёт силу и деньги. Да. Ну, деньги-то и кто бы сомневался. И как раз-то вот тут-то есть, даже не знаю, это история полудокументальная, полулегендарная. Слово можно верить, можно не верить. Но, когда вот очередная транзакция от Николя де Санси к королю этого самого бриллианта происходила, его, естественно, он не сам доставлял, доставлял его слуга. На слугу напали по дороге, потому что в Париже его окрестности место было крайне неспокойное. И слуга, чтобы бриллиант не отобрали, проглотил его. Обычное дело. Слугу зарезали. Ничего там у него, какие-то кошелёк нашли и всё. А бриллиант-то как раз и не нашли. Король, конечно, сказал, что это вы, дорогой Николя, что-то там устроили. Скорее всего. Вы, наверное, хотели закрысить камушек, но он нашёл труп слуги, велел его вскрыть и в желудке нашли бриллиант. То есть, луга был настолько верный, что ценой своей жизни и желудка спас побрякушку. Вот такую вот. А в принципе, что там 11 карат? 55-55 карат, 11 грамм. Что там проглотить-то? Легко. Небольшая проблема. Тем более, тебя сейчас всё равно убьют. Какая разница? Господи. А боссу приятно будет. Он такая преданность сотрудника, своему работодателю. Красота. Да. Всё. Сан-Си первый министр Франции. Ему уже деньги не очень нужны. Ну, и с вошедением Бурбона прекращаются религиозные войны. Камень обменивать уже не надо. Ну, и так получилось, что в это время, в 1605 году, из Англии выгнали династию Стюартов. Потому, что король Яков Первый утратил, так сказать, свой трон. И вот, значит, смотрите. У него была девушка, Генрит, французская. Королева Англии всего лишь. Она почему французская? Потому, что она дочь Генриха Третьего была. И вот ей-то, Николя де Сан-Си продал этот самый камень. Всего лишь за 25 тысяч фунтов. То есть, опять же, это там три телеги денег. И по английской линии этот камень попал в Тауэр, где ему и дали имя Сан-Си. Потому, что в описи Тауэра есть документ, где написано «Великолепный бриллиант, огранённый, куплен у Сан-Си». С тех пор он идёт по миру, по реке времени с именем «Сан-Си этот бриллиант». В Англии его держали где-то полвека. Ну, где-то около того, да. Потому, что попадает обратно во Францию. Только когда его продали, а всего лишь кардиналу Мазарини. Который всем известен по книжке «Три мушкетёра» и по следующим сиквелам. Знаем такого, да. Кардинал Мацарино, на самом деле он же итальянец. Он был Мацарино. А он всего лишь завещал его Людовику XIV, королю солнца. Потому, что он помер на троне Людовик XIV. И по завещанию он получил его наследство, опять же, от своего первого министра. От первого министра Франции. Их кардинал, что важно, наследника великого Жанна Армана Дю Плюсси де Ришелье. Тоже, я думаю, все вы его знаете. Очень сильно повезло французам в этот момент с кардиналами. Потому, что кардиналы прямо у них были люты один с другим. Вот. Один практически тридцатилетнюю войну выиграл. Я Ришелье имею в виду. Ну, и Мазари не сильно от него отставал. И вот, Людовик XIV его завещал Людовику XV. И так, собственно, Людовик XV вделал его вообще в корону Франции. Он украшал корону Франции некоторое время. Потом его туда демонтировали. Его носила Мария Антуанетта. А Мария Антуанетта мы помним, чем закончила. Да? Нет. Как? Нет. И во время Великой Французской революции... Это вы помните. Слушай, я вообще не знаю, как ты все это запоминаешь. Мне кажется, что... Ну, Мария Антуанетта, ты же школа, ты ее знаешь. У тебя строение головного мозга не такое, как у всех людей. Нет. Как мы можем это помнить все? Как ты это все помнишь? Я не понимаю. Слушай, ну, Мария Антуанетту все помнит. Не спрашивай меня больше, пожалуйста. Мы же помним, мы же помним. Мария Антуанетту все помнят. Я не помню. Ее гильотинировали вместе с мужем во время Великой Французской революции. Хорошо. В 1789 году со взятия Бастилии началась Великая Французская революция. Про взятие Бастилии ты все точно должен знать. Это я знаю, да. Вот. Хорошо. И, естественно, королевская сокровищница была передана в руки республики, которые ее из королевских дворцов вывезли на то, что сейчас мы называем Пляс-де-Ля-Конкорд, площадь Согласия. Там есть помещение Гран-Нобль, которое, собственно говоря, и стало хранилищем королевских сокровищ. Доспехов, гобеленов и, собственно, фонда драгоценных камней и золота. И в 1792 году некие подонки, это никакие не революционеры, это просто чисто уголовные истории. Они узнали, где-то все хранится. Ловко проникли и выкрали его оттуда. Это прям огонь. И он пропадает. Пропадает надолго. То есть, его Наполеон Первый пытался найти. А если же Наполеон Первый не смог найти, нужно понимать, что искали по-настоящему. Ну да. Потому, что обычно, если Наполеон что-то хотел найти, он находил. Да. Но вот не поспел он. Может быть, и нашел бы, но не поспел. И вот в 1828 году этот камень вдруг всплывает и его покупает всего лишь Павел Николаевич Демидов. Павел Николаевич Демидов из рода тех самых Демидовых, знаменитых промышленников, поставили которые заводы на Урале. Купились, естественно, потом в конце концов за заслуги и большие деньги. Потомственное дворянство. В общем, один из знатнейших и богатейших родов Российской империи. А Демидов, который герой войны отечественной, 1812-го, это тот же Демидов или их много было? Их много. Но этот паренёк тоже, между прочим, он нага старше Пушкина. Пушкин родился в 1799-м, этот в 1798-м родился Павел Николаевич Демидов. Он участвовал в Бородинском сражении в чине Юнкера. А, успел. Да. Ещё как успел. Я говорю, нага старше Пушкина. Как раз Юнкером, младшим чином офицерским, он участвовал в Бородинском сражении. Что, наверное, было ему особенно интересно. Потому, что образование он получал в лицее Наполеона. Францию знал неплохо. Кстати, вот Демидов, потом я для разнообразия, вот его тут где-то около 21-22, для разнообразия я вам покажу, во что он превратился к 40, как мы с Костей. Вот прямо, скажем, разница феерическая. Какой-то он стал друговатенький, мне кажется. Он стал, наверное, алкогольствовать. Он такой прям стал сильно больше и во всех отношениях сильно больше. Орденов прибавилось и солиднее стал гораздо. Он просто очень сильно солиднее. Тебе это, наверное, должно быть интересно. Почему? Потому, что он три года пробыл курским губернатором гражданским. А я тут при чем? А вот там Белгород, Курск, все рядом. Да, ну да. Опять же у тебя друг по имени Саша Плюш есть. Новосибирск и Екатеринбург тоже. Тоже рядом, да. Одна деревья. Я считаю, что это примерно все где-то около. Ну хорошо, приятелю Саше это будет интересно. Он три года был курским губернатором. Зачем он его купил? Купил он его тоже за какие-то безумные деньги. Сейчас я уже боюсь соврать, но там это все измерялось в десятки тысяч и сотых рублей. Я считаю, что Биллиант в какой-то этап из перекупов он подешевел. Он всегда дорожал. Он, конечно, не подешевел. Он его купил почему? Потому, что у него от сырости завелась супруга. Супругу звали Ева Аврора Шарлотта Шернваль. Ее обычно зовут, коротко, Аврора Шернваль. Ее обычно зовут финская дворянка, финская красавица, финская светская львица. Но я докладываю, что ее папа был чистокровный финн, выборгский губернатор, звали его Карл Юхан Шернваль. Он был, конечно же, швед, вполне естественно. Род Шернваль попал в Российскую империю после русско-шведской войны 1805-1806 года, когда шведов в очередной раз и отняли у них финнендию. Чтоб они не очень-то. Тетенька была просто какой-то, как говорят, фантастической красоты. 1808 года рождение, как раз получается, было 20 лет. Как раз ей нужен был бриллиантик. Уже взрослая. Ей нужен был бриллиантик, да. Евгений Боротынский даже стихотворение посвятил. Настолько она была замечательной. Сейчас даже зачитаю его. Выть, дохни нам упоеньем, соименница зари. Всех румяным появленьем оживи и озари. Пылки юноша не сводит взоров смилой. И порой мыслит с тихою тоской. Для кого она выводит? Солнце счастья за собой. Вот такая вот красота. Но это мог быть подхалимаш. Это был не подхалимаш, а пикап. Ага. Или пикап, да. Какой там? Питхалимаш. Это был нормальный пикап. Правда, насколько нам известно, ничего у него не получилось. Потом, наверное, в дневнике записал. Неудачи моего пикапа. Аврору Шернваль не удалось. Вычеркнуть. А вот Демидову удалось, потому что у него были деньги на вот такой бриллиант. И сразу все сложилось. Прямо тут же. Он, правда, в 41 год помер. И потом несчастной Авроре пришлось за Карамзинава ходить замуж. До 1865 года бриллиант остается в роду Демидовых. И в 1865 году... А, отставить 1865... Нет. В 1865 году точно. В 1865 году. Его уже за 100 тысяч фунтов покупает еще очень интересный человек. Это индийский торговец с наркотиками, конкретно опиумом. Джиджи Бой Джамстеджи. Это, естественно, один из партнеров британского австинской компании. А где он наткнулся на бриллиант-то вообще? Так как это был сотрудник британского австинской компании. Проживал он в основном в Европе. Ну, а Демидовые где жили? А они просто в Европах там отдыхали, наверное? Ну, они там, я так подозреваю, половину жизни проводили в Европе. Ну да, ладно, хорошо. Вот, как и этот замечательный индийский человек. Который выступал очень бурной судьбой, прямо скажем, человек. Он познакомился с одним англичанином. Пленул французов как раз во время наполеоновских войн. Потом оказалось, что этот замечательный англичанин довольно близко связан с британской австинской компанией. А так как Джамстед Джиджи Бой был парсом, то есть иранского происхождения мусульманином в Индии, понятно, что у них там с бизнесом всё в порядке всегда. И он стал выступать как раз по вере британской австинской компании по добыче и упаковке опиума, который продавали в Китай, там, Суматру, Яву и так далее. В основном в Китай, конечно. Понятно, что у него денежки водились. Он вот не пожалел 100 тысяч фунтов. И в 1867 году вот он выставлял его на Парижской выставке. Потом, прямо скажем, после этой Парижской выставки, не очень понятно лично мне, я не смог найти концов, что стало с бриллиантом, но в 1906 году он оказался во владении американских таких знаменитых миллионеров или даже, может быть, миллиардеров. Но, наверное, по нынчным меркам точно миллиардеров Астеров. Слышал про таких. Уильям Уолфорд Астер его, значит, закупил. И где-то там, по-моему, 70 лет оно оставалось. Это драгоценное сокровище во владении. Только в 1978 году семейство Астеров передали... Точнее, извините. Как можно сказать? Передали. Продали этот бриллиант в Лувр за миллион долларов. То есть, по-моему, цена чисто символическая. Это они сделали такой полуподарок. Да. Боготворительность. Ну, почти благотворительность. Потому что, конечно, сейчас этот бриллиант, да и, собственно, в 1976 году этот бриллиант за миллион долларов купить было бы просто невозможно. Никак. Вообще невозможно. Тем более, конечно, миллион долларов в 1976 году это очень сильно больше, чем сейчас, но всё равно это не те суммы, за которые такие вещи продавали в то время уже. То есть, там и размеры, и чистота, и какая за ним история. История. С 11 века и уж точно с 15 века, которая документирована, у каких людей она побывала, в каких руках, через что эта побрякушка прошла, просто сколько она видела, на ней в конце концов была кровь Карла Смелого. Да. Как я говорил, здесь ни размер, ни чистота, никакой роли не играет. Это уже, конечно, нет. Просто история. Это уже произведение искусства и часть истории. Да. Да. Это как я много занимался антикварным оружием. Очень сильно простая там сабля, которая стоит, ну, когда я активно начинал заниматься там 200 долларов. То есть, вообще ничего. Если у неё есть подтверждённая документированная история, она может стоить 2 тысячи долларов, 20 тысяч долларов. Вообще непонятно, как ты договоришься. Да. Потому что там уже не сама железка стоит, а история, которая за ней стоит. Вот я хочу пару моментов объяснить. Во-первых, все, кто писал и будут писать, что вот ваши бриллианты, смотрите, там рубины, гранаты, сафиры, вот они там, что-то случится, сейчас доллар упадёт, там война, голод, революции и всё. Вот, пожалуйста, смотрите, вот, больше, чем одна была революция, больше, чем одна была война, и цена росла, росла, и всегда будут расти эти вещи, всегда будут расти в цене и никогда не подешевеют. В принципе, не знаю, только если ядерная война произойдёт, и человечество в каменный век опустится, всё равно можно будет выменять... На много еды. На много еды. Потому что будет какой-нибудь вождь, который захочет его где-нибудь себе прилепить, да. Это во-первых. Во-вторых, хочу немножко про легенды о бриллиантах. Оказывается, легенда о том, что бриллиант – это что-то мега-супер-твёрдое и неуничтожимое в среднем векове уже было. Да. К сожалению, у меня не такая память хорошая, как у тебя, но я читал, что вот эти самые швейцарские пикинёры, алибардисты, пехотинцы деревенские, когда очередной раз кого-то там, значит, отделали, они забежали, ну, во время какой-то баталии, да, они забежали в дорогой шатёр, стали его грабить. Это было при Грансоне в 1476 году как раз. Схватили золото, схватили там. Это они как-то смелого обули очередной раз. Открыли шкатулку, а там было много биллиантов. И кто-то из них предположил, что они могут быть поддельными. Как ты думаешь, как они их проверили? Они стали бить под ним топорами? Они стали обратной стороной алибарды, там, чё там, чё полоское было, они их все разлупили в пыли. То есть, все оказались поддельными. Подделка, блин. Карл Смилэк у вас фраерок оказался. А там, по сути, ну, в этих блядах так было, как ты сказал. Там, конечно, не было таких, но там, если их сундучок был, ну, там, как пол-Европы цена была. Ну, вряд ли как пол-Европы, как вся Швейцария уж точно. Точно, да. Откуда эта легенда появилась, мне вот интересно. То есть, скорее всего, это как-то связано с тем, что это была штука редкая, и ей, значит, ей давали какие-то магические свойства, да, её отделяли какими-то свойствами волшебными. Во-первых, она, а, редкая, б, легенды сразу, конечно, вокруг неё ходили немыслимые, а, ц, все, у кого был бриллиант, пробовали им царапать что-нибудь. А бриллиант царапает острой гранью почти всё. Да, но он может сколоться. Не, ну, видишь, аккуратненько там, стекло царапали. То есть, что он твёрже, очень твёрдый, совсем твёрдый. А они все путали, так как физики не знали. За редким исключением. Твёрдость и прочность. Да. Может быть, очень твёрдая вещь и вообще не прочная. А может быть, очень прочная и не шибко твёрдая вещь. Да. По поводу бриллиант и легенд. Ну, вот первое, да, что его нельзя уничтожить. Значит, все драгоценные камни очень хрупкие, как и вообще все камни, в принципе, хрупкие. То есть, любой драгоценный камень молотком раздолбить в пыль, это вот никаких усилий прилагать не надо. Это нужен не кузнечный молот, там, да, там 20 кг, а обычный маленький молоточек. Тюк-тюк-тюк. И всё, он в пыль разобьётся. Вот. То есть, я в детстве тоже такие легенды слышал. Все слышали. Вот. Как бы все драгоценные камни жутко хрупкие. У меня, например, вот прям моя покупательница ругалась с мужем и там кричала на него и стучала кулаком об бетонную стену и раскрошила у себя в кольце каратный биллиант. Оказалось поддельный, да? И писала мне, Константин, посмотрите, мне на подделку подали. Вот. Дальше. С биллиантами очень много легенд. Современных, да? Вот, например, извини, пожалуйста, читал такой роман Бориса Акунина Чхартишвили «Коронация» или последний из романов. Граф хотели взорвать бандитов. Граф бандитов, которые хотели украсть, которые хотели отобрать графа Орлова знаменитый биллиант. Его положили в шкатулку, положили 5 килограмм динамита и срабатывание на открывание взрыватель поставили. И там с умным видом начальник полиции говорит, что все взорвутся, биллиант останется, потому что граф Орлов переживет вселенную. Вот так вот. Я представляю себе, как бы они удивились. Бух! И ничего нет. Еще есть очень нелепая легенда, в которой многие верят, что смотри, вот ты держишь биллиант или в принципе любой драгоценный камень в руке, он нагрелся до температуры твоего тела почти, ты оставляешь расстояние там 15 сантиметров и так бросаешь его себе в ладонь и он пока долетел, он уже прохладный. А это как, с физикой-то вообще вяжется? Непонятно. Еще легенда, что вот ты берешь биллиант натуральный. Можно с товарища, прошу прощения, в простом справочнике теплоемкость посмотреть этого биллиант и посчитать, как быстро он остынет. Естественно. Ты берешь биллиант, обязательно натуральный, бросаешь в пыль или в грязь и все. Оттуда берешь, а он чистый. Не прилипло. К нему пыль и грязь не липнет вообще. То есть даже мне прямо сказал один человек, бриллиант на себя пыль не возьмет. А мокрую глину? Никакую грязь вообще. Бриллиант вымазать невозможно. Еще одна легенда, что если бриллиант бросить в воду, то он будет невидимый. Это сочинялки какого-то детектива, видимо автора, каких-то детективов. Ничего такого не происходит. Опять же у него коэффициент преломления с водой тупо разный. Кроме того, если он ограненный, у него там будет во все стороны свет падать. Да, да, да. Вот. Ну и последнее. А, кстати, прилагаю видео. У нас было в интернете бесчисленное количество споров. Я был один, а оппонентов было очень много по поводу неуничтожимости драгоценных камней, поэтому я однажды взял два или три маленьких дешевых бриллиантика. Ну, они стоили там несколько сот долларов каждый. Мне было, конечно, жалко, но это же эксперимент научный. Взял пару рубинчиков, пару сафирчиков и прямо на камеру все это раздолбил молотком. Видео прилагаем. Смотрите, вот здесь. Ага. Отлично разбивается. Вообще в пыль. Там еще не остается. Значит, и еще момент последний. Да, уже об этом вначале говорили. Повторюсь, более подробно объясню, что бриллиант не является самым дорогим камнем в мире уже давным-давно. Давайте проведем с вами такое сравнение. Например, берем однокаратный бриллиант. Они бывают разного качества. Да, мы об этом говорили, что там чуть-чуть желтоватый, чуть-чуть сероватый, много включений, мало включений, идеально белый. Ну вот берем, знаешь, по 5-балльной системе на 4 балла. Да, там такое. Он будет стоить, ну, 5-7 тысяч долларов, смотря где у кого покупать. Весь этот каратный полностью. Ну вот берманский рубин может стоить от 15 тысяч долларов. За один каратный. За такой же однокаратный камешек. Вот. И таких примеров миллион вообще. Очень много. Поэтому бриллиант уже давно... Даже я еще не родился, а он уже тогда был не самым дорогим камнем. Потому что уже тогда берманские рубины стали подходить, добыча стала истощаться, да, и они пошли вверх. Очень было интересно. Огромное количество можно сделать выводов, вот особенно по поводу того, что сейчас война и ваши все камни, там, да, и золото. А оно вон, смотри, сколько, тысячу лет почти прошло, и что-то он как-то не обесценился ни разу. Вот. Ну, один раз только, видишь, астеры дали слабину, продали задешево. Ну, это не считается. Наверное, да. Это символизм. Возможно, они там себе какие-то политические выгадывали моменты. Ну, бог его знает. Мне кажется, знаешь, когда ножик дарят, там, какой-нибудь кинжальчик, заточенный меч, копеечку просят. Да, да, да. Мы вам передадим, да. Ну, хоть что-нибудь дайте. Дайте чуть-чуть. Миллион. Вам миллион не жалко? Окей. Пойдет, да. Все. Очень было интересно. Большое спасибо. Большое спасибо Льву в очках. Ну, да. Ждем еще. Я знаю, что ты уже запустился. Тебя уже не остановить. Нет. Супер. Прям потрясающая информация. Я бы такую никогда не нарыл. Всем счастливо. Пока.